СНИКЕРХЕД НА БЛОКЕ Всем привет, это Сникерхед на блоке, это 73 выпуск, а это Nike Air Max Lebron 11 Low в расцветке День независимости. Модель вышла в 2013 году, дизайнером по традиции был Джейсон Петри. Силуэт практически полностью повторяет десятки Low. Язычок тут в крупную перфорацию, как обычно представляет из себя цельный сапожек. На его пике лого LJ и маленький шилдик с цифрой 6. Это, соответственно, номер Lebron James'а времен его игры за Miami Heat. На правом кроссовке написано What We Do In Life, на левом Echoes in Eternity. То, что мы делаем в жизни, остается эхом вечности. Эта надпись, как вы можете помнить, была и на низких девятых Lebron'ах, и на низких десятых Lebron'ах. Это спереди и сзади расположено по свушу. Как и десятки, верх сделали из Hyperfuse. Нити Flywire здесь тоже есть, но теперь их скрыли. Видно их, ну, практически не видно, они сливаются со шнурками. При этом на десятых они были видимые. Также под сетку добавили какие-то вот такие вот секции из плотного материала. Я не знаю, как эта технология называется, но понимаю, что сделано это для того, чтобы вот эта вот самая сетка не теряла форму и не деформировалась. Задник здесь укреплен мощным пластиковым фиксатором с автографом Lebron'а. Технология верха, как я и ранее упомянул, полностью и тупо взята с десяток. А вот Мидсоль из Филона и систему амортизации Air Max 360 и даже рисунок протектора под копирку взяты из девятых и из десятых Lebron'ов. Все те же самые Flex Grooves, цепи на внешней части, грива льва и кусочек короны, ну и лого LJ. Про расцветку. День независимости вышла на праздник Дня независимости в США в 2014 году. Расцветка выполнена в цветах звездно-полосатого флага, то бишь красный, белый, синий. Преимущественно в красном, так как если почитать историю флага Соединенных Штатов Америки, то там будет написано, что красный цвет улицетворяет выносливость и доблесть. Естественно, на этом нужно было сделать акцент, так как кроссовки все-таки Lebron'a James'a. Про вариативность. Было три версии. Обычные десятые Lebron'a, ну то есть высокие. Десятые Lebron'a Limited Edition, тоже высокие. И вот эта вот версия Low. Про носку. Как и десятки, данная версия, на мой взгляд, больше лайфстайл. Она очень комфортная при носке, и как у десяток, тут отличная вентиляция. Размер я брал на 0.5 больше, так как мой стандартный 8.5 US давил меня спереди, как обычно с внешней стороны. Друзья, на этом все. Крошка-обзор подошел к концу. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, сделать репост и рассказать друзьям. Следующий выпуск выйдет также через неделю. Всем пока!